Здравствуйте! Это программа Спортсто и я ведущий Дмитрий Марков. Марафон, посвященный дню и году народного единства в Ненецком округе, прошел минувшие выходные. Представители клуба скандинавской ходьбы испытали себя на выносливость. Объявленная дистанция в 42 километра соединила микрорайоны Факел и поселок Красное. Первый марафон по этому маршруту любителей скандинавской ходьбы прошли в 2015 году. Тогда акцию приурочили к 70-летию Великой Победы. По словам организаторов, подготовленный спортсмен преодолевает данную дистанцию за 8 часов. Максимальное время пути любителей скандинавской ходьбы составляет 12 часов. Организаторы мероприятия надеются с помощью марафона привлечь больше людей к здоровому образу жизни. В настоящее время в составе клуба занимаются люди различного возраста и степени физподготовки. По технике скандинавской ходьбы в Наринмаре прошли обучение 321 человек, в селах округа 200 человек. Ходьба с палками является простым и безопасным видом упражнений, которые медики рекомендуют для противодействия сидячему образу жизни. Подобная ходьба также приводит к снижению распространения хронических заболеваний. Обыграть защитников, прицелиться и точно закинуть мяч в корзину. Все это выполнили школьные баскетбольные команды нашего города. Во дворце спорта Нор стартовали первые в этом сезоне соревнования по баскетболу. Традиционно сезон спортивных мероприятий любители баскетбола начинают с отборничных игр чемпионата школьной баскетбольной лиги ТС Баскет. В этом году в соревновании принимают участие порядка 20 школьных команд нашего региона. В этом году спортсмены принимают участие в турнире школьной баскетбольной лиги в шестой раз. За шестилетний период наши спортсмены добились огромных результатов. Ребята были неоднократно чемпионами и призерами ССФО и входили в десятку лучших школьных баскетбольных команд России. В этом году спортивный сезон открылся игрой двух сильнейших женских команд. На площадке встретились сборные пятой и четвертой школы. Женская команда пятой школы уже показала себя как лидирующую команду нашего города. Своим составом они неоднократно принимали участие на крупных всероссийских соревнованиях. Сегодня была наша вторая игра против четвертой школы. Игра была на самом деле очень напряженная в начале самом, но под конец мы все-таки вышли и выиграли. Но ровно через час у нас еще одна игра, так что я думаю у нас еще останутся силы на вторую игру. Баскетбольный матч между командами пятой и четвертой школы закончился со счетом 25-17 в пользу команды школы номер пять. Отборочные игры турнира школьной баскетбольной лиги Кэсбаскет завершатся 3 ноября. После чего будут определены четыре лучшие команды, которые в следующем году встретятся на баскетбольной площадке для того, чтобы выяснить, кто достоин представлять наш округ на турнире Северо-Западного федерального округа. Юристы Ненецкого округа вступили в борьбу за лучшую волейбольную команду. В Наринмаре дан старт ежегодного чемпионата по волейболу среди мужских команд. Соревнования проводят в канун празднования юристы и собирают на поле команды УМВД, прокуратуры и собрания депутатов Ненецкого округа. В первой игре турнира на волейбольной площадке встретились команды юрист и прокуратура. Каждая команда к соревнованиям готовилась заранее. Так, команда юрист отрабатывает навыки игры волейбол регулярно, рассказывает игрок команды юрист Александр Лисицын. Сборная команда судов регулярно занимается. В Норде у нас есть свое время. И мы там встречаемся 2-3 раза в неделю. Кроме того, наши коллеги играют и в других командах. Весьма активно увлекаются волейболом и участвуют во многих соревнованиях, в том числе городцы. Первый период для сборной команды судов прошел нелегко. Они буквально вырвали победу у команды соперника. Команда прокуратуры после первого периода не оставила желания одержать победу. Капитан команды Виссарион Жирков оценивает юристов как очень сильных соперников. То есть их знаем давно, каждый год с ними играем, они очень сильная команда для нас, но на нашем уровне. И будем стараться. Вы сейчас проиграли совсем чуть-чуть в первом периоде. На что будете дальше надавливать? Может быть тактику изменить? Ну, тактику непосредственно будем менять, да. Но у нас просто новые люди в команде. Пока еще сыгранности нет, то будем уже как бы думать. Также с изменением тактики игры команде прокуратуры не удалось выйти в лидеры. Первая встреча турнира по волейболу закончилась со счетом 3-0 в пользу команды юрист. Также начался спортивный сезон и у юных волейболистов. О том, какие соревнования ожидают спортсменов в этом году, нам расскажет председатель Федерации волейбола в Ненецком автономном округе Олег Сухановский. Здравствуйте, Олег. Дмитрий, добрый день. Можешь немного вкратце рассказать, какие соревнования будут проходить в ближайшее время? Ну, как обычно, у нас все начинается с кубков. Это у нас кубок округа по волейболу среди женских команд, а также кубок округа по волейболу среди мужских команд. Обычно в октябре-ноябре мы проводим эти соревнования. Вот. И в январе-феврале мы продолжаем сезон волейбольный. Значит, у нас уже проходит чемпионат округа по волейболу среди мужских и женских команд. А сколько у нас в городе мужских и женских команд достанешь? Ну, сейчас у нас на Кубке по волейболу и женской команды участвует 9 команд. Я считаю, что для нашего города, в принципе, это неплохо. Кубок Огрува проводится у нас по олимпийской системе, то есть проиграл-выбыл с определением первых трех призовых мест. А у нас участвуют только наши местные команды или, может, других еще регионов приезжают? Нет, в основном участвуют только наши, наш регион. Но в чемпионате, допустим, в прошлом году участвовали село Коткино, где, в принципе, они не очень неплохо поучаствовали, по мужчинам они заняли второе место. А вот юношеские соревнования, детские соревнования проводятся? Ну вот в декабре месяце у нас по плану получается открытое первенство Дворца спорта Норд по волейболу среди девушек и юношей. Затем у нас в марте месяце первенство среди общеобразовательных школ. И в апреле месяце также у нас мы планируем открытое первенство Дюж Старт. А пришли в этом году новые ребята заниматься? Ну, как обычно, у нас все равно подпитка нужна. Получается, старшие группы уходят, кто-то должен эту нишу занимать. И поэтому приходится детей набирать. Набираем. В этом году я производил набор с первого класса. Вот. Первый, второй класс девочки. В принципе, дети идут с охотой заниматься. Но, к большому сожалению, из-за недостатка финансирования у нас приходится, допустим, если идут соревнования, а вот сейчас Кубок Огрого по женским командам и по мужским будет, приходится брать призовые взносы. Так как нет денег ни на оплату судей, ни на даже наградную атрибутику. А вот ребята, которые ушли, вот закончили свою школьную карьеру, да, они продолжают дальше заниматься волейболом? Ну, в принципе, не все, но я считаю, что вот многие продолжают занятия волейболом. Кто-то поступил в высшее учебное заведение, и при каждом уважающем себя в УЗИ есть команда обязательно по волейболу. То есть они, многие играют при этих университетах, входят в первую или во вторую сборную, да, есть такие дети. А вообще в нашем городе сколько есть баскетбольных клубов, спортивных школ, где тренируют волейбол? Волейбол у нас, во-первых, культируется в дворце Спорта Норд. Вот там два педагога дополнительного образования. Вот я там работаю и Главатских Василий Андреевич. Вот два тренера работают у нас в детской юношко-спортивной школе «Старт». И один тренер-предподаватель в детской юношко-спортивной школе поселка Искатели. И много ребят занимается? В принципе, у нас одна из самых массовых федераций. Занимаются и девочки, и мальчики. А вот сколько много юношеских команд? И кто приоритете больше приходит заниматься, девочки или мальчики? Ну, у нас как бы уклон больше в сторону девочек. Вот. Но вот с каждым годом количество мальчиков тоже у нас увеличивается. А вот насчет еще соревнований много. Выездные соревнования в этом году у вас планируются? В планах-то они стоят, но, к большому сожалению, из-за недостатка финансирования мы не можем поучаствовать. Вот в этом году нас приглашали на первенство Архалинской области. А вот мы раньше в нем участвовали, но потом по каким-то причинам нас не стали допускать. И с этого года нас там хотели бы видеть. Но, к сожалению, денег нет. И поэтому... А какие места вы занимали на этом первенстве? Вот, допустим, мы занимали даже и вторые места, и становились чемпионами. То есть результат у нас довольно-таки неплохой. А вот в Архангельске это какая-то ступень? Перейти, допустим, на Северо-Запад, на Всероссийский, или это просто чемпионат Архангельской области? Нет, как отдельный этап, получается. Мы можем напрямую участвовать на первенстве Северо-Запада. А вот так как мы являемся отдельным субъектом Российской Федерации. Но еще раз говорю, что у нас очень сложно нам выехать. Вот. И у детей, я смотрю, что у них на самом деле выездов нет. А мотивация к занятиям волейбола уже уменьшается. Спасибо, Олег. Это был гость нашей программы, председатель Федерации волейбола в НАО Олег Сухановский. А теперь коротко о спортивных мероприятиях, которые произойдут на этой неделе. 1 ноября во Дворце спорта Норд стартует Кубок НАО по мини-футболу и региональный этап общероссийского проекта «Баскетбол в школу». 1 ноября в «Дюж-старт» начнется Кубок НАО по волейболу среди женских команд. Это была программа «Спорт 100» и я ведущий Дмитрий Марков. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!